Четыре года за вольность Пушкина за письмо к Боткину Белинского тоже до четырех лет. Рэпер Мирон Федоров, выступающий под сценическим псевдонимом Оксимирон, организовал чтение под названием «Сядь за текст». Участники мероприятия выходили на сцену, садились за стол и читали отрывки из сочинений Блока, Хаяма, Маяковского, Есенина, Мандельштама, Радищева, Белинского и других классиков. Судьи в зале называли статьи современного административного и уголовного законодательства, которые нарушил чтец и выносили приговор. Статья 20.3.1 Кодекса административных правонарушений. Максимальное наказание – административный арест до 15 суток. Повторное нарушение – статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Получается, что с тем бредом, который за последние несколько лет напринимали наши уважаемые депутаты Госдумы, посадить можно даже поэтов. Если бы не отошли они уже давно бы в мир иной, то к сидели бы в соседних камерах жертвами московских репрессий, ой, простите, московского дела. А то, что посадить можно любого, кто читает стихи, так это как раз плюнуть. Теперь это не классика, а уже экстремистские материалы, как ни странно. Верная дорога, идем, товарищи. Эта программа «Что произошло» – больше трэша, больше ада в эфире. И мы начинаем. Свершилось. Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Неожиданно прокуратура узрела в его нахождении в СИЗО нарушение законодательства. Соответствующее прошение рассмотрел Мосгурсуд. И, о чудо, изменил меру пресечения для молодого человека, пострадавшего от бойцов армии президента. Устинов уже уехал домой, а мог бы изгнить на зоне. Причем вот за что. Один из извергов из личной армии президента, именуемый национальной гвардией. А в качестве автопчика скажу, что национальная гвардия была, как ни странно, и у Гитлера. Видите же, у кого опыт перенимаем. Ну вот и потому неудивительно, что озверевший гвардеец так замахивался на парня, что сам вывихнул себе плечо даже. Соответственно, вот за это и дали три с половиной года. Естественно, не психу с дубинкой, а актеру. Кстати, прокурор просил за это тогда ни много ни мало, а целых шесть лет. Судья даже отказался посмотреть видео, которое вы только что видели. Это колоссальный перебор, который не способствует ничего, ни укреплению государственности, ни сознательности граждан. После общественной кампании в поддержку актера глава Росгвардии Виктор Золотов предложил смягчить наказание условным сроком. В свою очередь, деятели культуры и искусства потребовали привлечь к ответственности судью, гособвинителя и само руководство Росгвардии. И даже пропагандист Владимир Соловьев после общественного резонанса резко изменил свое мнение и тоже стал на сторону молодого человека, пострадавшего от сотрудников Национальной гвардии. Он распространил соответствующее обращение в своем видеоблоге. Соловьев свелся к банальной судебной ошибке и обвинил в непрофессионализме адвокатов Устинова. Здравствуйте, хочу сказать по поводу Павла Устинова. Нет, не его самого, я не собираюсь подменять с собой суд и следствие. Я не собираюсь выкладывать видео и говорить, вот видите, ничего не произошло. Анализировать степень готовности сотрудников Росгвардии, маленькие они или не маленькие. И я не буду требовать, чтобы вы позвонили вашим родителям, которые почему-то еще поддерживают власть и сказали, посмотрите на это видео. Извините, давайте обойдемся без пошлости. Вот вы все радостно хайпующие, а вы о Павле Устинове подумали? Пока я знаю только, что Тины Канделаки и я предложили, а, дать денег для того, чтобы нанять серьезных адвокатов, и вы предложили этих самых адвокатов. Мне вчера звонил Шута Гаргадзе, и я уверен, что если подключить профессионалов, то и уже в первой инстанции, по крайней мере, все необходимые документы и видеосвидетельства, которые могут восприниматься как иная точка зрения, чем точка зрения, которая восторжествовала в суде первой инстанции, уже были бы приняты к рассмотрению. Еще одна тема. Мы практически собрали необходимую сумму на поездку в Поморье, то есть в Архангельской области и в Республику Коми. На четыре дня Архангельск стал площадкой большого торгового и делового события. Маргаритинская ярмарка должна собрать рекордное количество гостей. Марш-бросок длиной в шесть часов, для чего его сегодня совершили бойцы со всего Северо-Запада. А совершили они его, скорее всего, для того, чтобы протестующих на Шиесе научиться разгонять. Впрочем, мы испытываем явный дефицит реальных новостей из Архангельской области и Республики Коми. Мы не знаем, что там происходит на самом деле. Ведь за всеми этими продовольственными ярмарками скрывается дикая коррупция. Именно там фирма сына генпрокурора на бюджетные деньги, чтобы подкупить местное население, осуществляет социальные проекты в Ленском районе. Конечно, эти проекты прекрасно пошли бы и без них. Однако, цель, приближенная к телам высших чинов власти российской фирмы, это построить мега-свалку для московского мусора. Аж на 350 миллионов тонн столичных отходов в год. Свалку строят на болотах и тем самым могут уничтожить всю тайгу. Несогласных арестовывают, бьют, ломают руки и ноги. И словно фашисты сгоняют в ямы и держат там под дулом автоматов. В самом Архангельске проходят невиданные и доселе в России протестные митинги, где люди сметают и топчут сотрудников полиции. А Сыктывкаре на митингах с концертами местные уже заявили, что если Россия так относится к поморам, то это государство им просто не нужно. Огромное вам спасибо. Без вас мы бы не смогли реализовать этот проект. Кстати, помогали не только деньгами, но и информацией. В частности, бывшие работники фирмы, что строят свалку, поделились даже документацией, свидетельствующей о диких коррупционных связях местной элиты и фирмы сына генпрокурора. Впрочем, пока что не можем сказать, что именно нам прислали. Иначе будут проблемы со съемками на месте. Мы уже купили билеты на начало октября. Сейчас мы ведем плотную работу с местными журналистами и общественными деятелями, чтобы тайминг командировки получился максимально продуктивным и результативным. Вообще, турное получается весьма интересное. Кроме перелета до Архангельска, нам придется преодолеть расстояние более 3000 километров на поездах и автомобилях, посетить как минимум 5 населенных пунктов. Мы уже собрали сумму в 180 тысяч рублей. Осталось собрать всего ничего, 20 тысяч. Последний раз вынужден обратиться к вам. Давайте еще раз напряжемся, и у нас все будет готово. Помните про ЧП на борту МКС, когда в корпусе пристыкованного к ней корабля «Союз» нашли отверстие? Так вот, Дмитрий Рогозин торжественно недавно сообщил, что нашел причину, по которой в этом самом союзе та дыра и образовалась. Готовы? Держитесь! Случилось! Нам все понятно. Но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас! Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи. Речь идет о НИИ, детской онкологии и гематологии имени Блохина. По словам медработников, протестуют они против назначения нового директора института Светланы Варфоломеевой. В обращении в Минздрав, которое написали онкологи, врачи утверждают, что новый руководитель создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая работников писать заявление по собственному желанию. Также Светлану Варфоломееву обвинили в том, что она угрожает снизить зарплаты и сократить количество ставок. Заместитель директора НИИ Максим Рыков подтвердил, что ситуация в онкоцентре обострилась. И чтобы спасти уникальный институт, нужно ни много ни мало, а отправить в отставку самого директора. А это Мосгордума. Здесь новоизбранный депутат-оппозиционер Максим Круглов – один из немногих, что не является членом «Единой России». Но кому удалось пробиться сюда, по-своему зачитал присягу. Валентин Павлович, прежде чем вы вручите мне удостоверение, я хотел сказать, что фракция Яблова считает вас ответственным за то, что очень много молодых людей оказалось в тюрьме, за то, что вы не смогли провести нормальные выборы, и мы фракцию не взялись в вашей оставке. Россия с начала года выделила Абхазии более трех миллиардов рублей. Об этом сообщил посол РФ республики Алексей Двинянин. Из них миллиард выделен по распоряжению нашего президента на зарплаты и пенсии бюджетникам Абхазии. Идем дальше. Якутский шаман Александр Габышев не смог пересечь границу республики Бурятия. При попытке попасть в Красноярский край его задержали в неизвестной масках. Они увезли куда-то мужчину, позже выяснилось, что это местные полицейские были. К слову, шамана уже доставили самолетом назад в Якутск и поместили в психиатрическую больницу. За сим разрешите откланяться. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ в течение всей недели. И по субботам в Ютубе на канале «Реальная журналистика». Звоните к нам в редакцию по телефону 8-343-262-79-37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.